Эдукационные просторы – пункт. Меня зовут Валдис и я представляю волонтерскую службу правооборонного центра «Весна». В тягом опошних месяцев, на фоне шматриков поврешения правого человека в Беларуси, в публичных просторы снова активизывались дискуссии на разные темы. В теме, те, которые заканывают правооборонную деятельность, деятельность правооборонцев. В связи с этим мы решили провести и залазить несколько мероприемств к шталту публичных лекций, на каких мы попробуем отказать на особные рассказы про особные темы и специфику деятельности правооборонцев. Вчера, например, отбылась публичная лекция с делом Владимира Яворского, который рассказал про то, каким образом и почему правооборонцы признают когостей политическими неволенными, чем керуются они и как распространяются принципы, которые признаются особные люди политическими неволенными. Сегодня я рады представить вам Валентина Стафановича, юриста правооборонного центра весна, сябра правооборонного центра весна, который попробует отказать на пытание и рассказать докладные, поговорить по теме, кто такие правооборонцы и какие принципы правооборонного деятельности. Потому что вельми часто в силу специфики деятельности правооборонцев, это мешается с уявлениями про адвокатов и политиков. И вот есть еще цели шарих разных аспектов, спречных и неоднозначных, с которыми я сподеюсь, что сегодня отримается подробнее разобраться. Я представляю слово Валентина. Сегодня мы с вами поговорим про такое заяву, как правооборонцы и правооборончая деятельность, что это такое, какими принципами кируемся, чему мы ими кируемся. А на початку я бы пропоновал бы поглядеть невеликое видео, которое мы записывали, как раз на эту тему. У нас такая первая передачка, вы свой час робили, таки Кухню ТВ на Кухне Весной. Это был первый выпуск, как раз просвеченный к этой теме, кто такие правооборонцы и какие критеры правооборонной деятельности, принципы и каштовности. Но я пропоную поглядеть на вопросах людей на улице, что они думают, кто такие правооборонцы. Думаю, что для початку нам было бы интересно послухать, что люди думают, кто вы такие. Да, тут видите, Ира Смьян в роли ведущей у нас. Кто такие правооборонцы и какой они воронец? Для початку давайте поглядим видео, снятое на одном из рынков в Менске и доведуемся, что про это думают простые люди. Защищают, которые права народа, я так понимаю. А что, правозащитники, кто права свои защищает, наверное. А ведь мы кто защищает? Права граждан. Люди, которые защищают права человека. Типа, чтобы занимались правами человека, как защитить человека, как он в его адаптации, на самом деле работы, центром, право это правозащитники. Люди, которые отстаивают права других людей. Правозащитники, это люди, которые, скажем, действительно защищают наши права какие-то. Люди, которые защищают, как понимают, права, прежде всего, человека. Ну, таких граждан у всех. А права конституционные, предусмотренные законом, они распубликовались. Они более активнее должны относиться к людям, распрашиваться и как, что. А так они с бумаги напишут, что им вздумается, и все. А так они еще не делают. Конечно же, рабочий человек, рабочий людь, который работает. Наверное, у каждого человека еще и права нарушает. Василий Николаевич, здраво, собирали? Я думаю, что всех людей должны защищать. Человек это звучит в городе. Граждан Республики Беларусь в данном случае, поскольку мы в этой стране. Ну, или вообще любое другое, если там правозащитники тоже. Ну, вообще, люди информировать сначала должны граждан наших, да, о том, чтобы они хотя бы знали свои права. Потому что на сегодняшний день очень невысокая информированность, скажем, граждан своих каких-то прав на работе, со здоровьем, с отдыхом каким-то. Поэтому люди, которые являются правозащитниками, они должны быть информированы, соответственно, юридически образованы. И давать информацию людям по поводу, ну, вот этих прав их соблюдения, гарантий, защиты таким образом. Ну, вот это коротенькое видео, которое мы сдамали на улицах Менска. Менска, чтобы выключить. И вы почули то, что люди говорят про то, кто такие правоборонцы, чем они занимаются, як они это разумеют, кожны по-разному. Но некоторые казали, что они боронят всех людей, и они боронят правы человека. Нехто каже, что они повинны оборонять права на працу, на отпочинок. Некоторые казали, что они в уголе ничего не робить. Просто с паперки нечто там пишут, и людей не запытываются про их нужды и чаяние. Мы поговорим, кто гуто такие. Але на початку я бы хотел почать вось чого. Коли мы будем казать про то, кто такие правоборонцы, про принципы их деяностей, каштонности, як они в своей деяностях кируются, я бы хотел расповесить спочатку про принцип, один из головных принципов правого человека. Я бы сказал навод таких стрыжневых концепций правого человека. Это универсальность правого человека. Принципы, которые так само непосредственно связаны с такими понятиями, як принципы недискриминационности и ровности, которые створяют основу идеологии, теории, философии правого человека. Мы не будем поглубнаться занадто далеко и сказать про передумовые заявления в уголе правого человека, и как это все развивалось. А начнем мы непосредственно с момента створения Организации Беднанных Наций, якая была створена после подеев Другой Су-Светной войны, коли люди и человечество в черговый раз жахнулися того, что они наробили, те ахвяры, которые были понесены тем леком вынику псевдоидеологии высшейшей расы одной над другой, одной нацией над другой. И вырышили створить такий механизм обороны правого человека, який был бы всеобдымный для всех краинов, и почали распрацовывать механизмы створения Организации. Ну, дарыч, в Беларуси, как выведается, так само удзельница, одна из створений Организаций Беднанных Наций, БССР-дакладный. И самый перший документ, який мы можем протестовать в этой сувязи, это статут ААН, який якраз замоцывал принцип универсальности правого человека. В артыкулу першим статут ААН говорится, что захвачуние и развитие поваги до правого человека, основных свобод для всех, безадрознение расы, полумовы, религии. И далее в артыкуле 55 статута зафиксовано, что ААН садзенничает всеагульные повазы и выканание правого человека и основных свобод для всех. А метами международного супрацунництва обещалось захвачуние и развитие поваги до правого человека и основным свободам для всех, безадрознение расы, пола, языка, религии. Это пункт 3 артыкула 1 статута ААН. И принцип универсальности правого человека непосредственно связаны с такими принципами правого человека, как их неотъемность. То есть праву человека надаются нам однороджения. Яны не залежат от приналежности до державы, до культурной супольности, нации и так далее. Ну, это есть складник человека. То есть его право на житё, на особистое житё, недодекальность, особый. Это все належит нам, незалежно от того, где мы проживаем. К тому, это знайшло свое дальнейшее адлюстрование с принятем всеогульной декларации правого человека, якою мы святкуем, як День правого человека, кожный год, десятого снежни. Де сама назва всеогульная декларация правого человека означает, что она носит универсальный характер для всех. И именно витая у декларации всеогульной правого человека мы можем прочитать в артыкуле первшем, что все люди нарожаются свободными и равными в своем годности и правах. Это то, что дозволяет зарабить в основе, потому что человеческая годность не имеет национальной оформлении, не имеет значения державной приналежности, гражданства, культурная супольность, религийная и так далее. К тому все права человека базуются на человеческом годности, однольковые, универсальные по субъекту, самому человеку. Далее это нашло свое замацавание в наступных документах, которые уже примались между организацией бедных наций, створались механизмы контроля их выполнения, такие как Пакт о грамадзянских политических правах, створение контрольных механизмов по выполнению пакта, краинами, которые его ратификовали, это Комитет по правах человека, в других пактах, конвенциях и декларациях. Паусюль червонной ниткой проходить в этот принцип универсальности, универсальности права человека. А кроме всего прочего, он означает, что у принятий вся гульной декларации права человека примали все удзельницы краины, удзельницы организаций бедных наций, которые належат до разных культур, до разных традиций, и все они вызнавали универсальную каштовность права человека для себя, для своих краин. То есть самое належат и до тех краин, которые ратификовали пакты, которые приняли на себе доброхотную обвязальницу по их выконанию, и они так само признают универсальность, неадъемный характер права человека, незалежно от того, где человек проживает. Вот это, калі, казаць про принцип универсальности права человека. И иншими словами, можно сказать еще, что человечая годность, недатакальность особы, свабода от рабства, катаванню, приватная жыцё, недатакальность жытла, свабода сумления и веры в знание, не залежать от грамадзянской приналежности особы, от культурных особливостей, в якой он живет и знаходится. А кроме всего прочего, треба тут зауважить, что свабода от рабства и катаванню, это два з абсолютных правов. То есть они не подлегают ніяким обмежеванням и недопущальны при любых обставинах, навод в умовах войсковых конфликтов, ці надзвучайных остановища. И потом, что тут треба значить, что все эти краины погадзіліся, что правы человека для них важны, они универсальны. Але, калі пачалося ўжо стварэння механізма ОАН, контрольных механізмов, трактовки конкретных положыньоў, пактаў, конвэнцыў, вось тут зявілыся ўжо некатарая пытанні ў их трактовцы і некатарай краины пачалі казаць про тое, што не, 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 сябры, мы так не дымовляліся. Гэта про тое, што вы гаворыце, гэта яно не адпавідае нашай культурной традиции, не адпавідае нашым релігійным традициям. Яно, в принципе, вельми шкодны для нас, таму што яно разбурае нашай традиции, яно суперэщит нашай маралі, таму, ну, якбы гэта все вынаходніцтва заходня цивілізаціі і нам нашым традиційным каштоносням чужда. Вось адсцетага момонту можна сказаць пра супрэцтаяння такіх двух падыходаў универсальністі правоў чалавека і культурніцкага релітаўізму, які гаворыць про тое, што ёсць некая асаблівае разумення гэтых пытанніў і яно мусець улішэнна быць. Тоец павінны улішавацца культурніцкі асабліваці тых ті іншых грамадцтваў, дзержаваў, калі мы гаворын пра правы чалавека. Ну, ёсць такі падыход, это адвечная праблема супрэцтаяння такіх двух святапоглядаў, але і межнародной організацій, і організацій беднаных націй, і правобаронцы заходзець принципа универсальністі. Чаму? Таму што павтаруся, што правы чалавека, яны заходзець натуры, з природы чалавека, они неадземны ад яго. Мы не можам сказаць, што мы можам аправдаць катыванні, ці рабства культурной традицій. Нема таку культурной традицій. Мы не можам аправдаць культурной традицій парушэння недэтэкальністі асобы, причэння яй шкоды. Мы не можам аправдаць культурной традицій дискримінацію, таму што не дискримінація раунасць гатаюць адзін з принципаў правы чалавека. І правы чалавека якраз такі гаворыць пра тое, што яны не забарняюць адрознені, на надворотані подкрэсливаюць, што все мы з вами адрозны. Мы адрозніваэмся адзін ад ададнога, і шмат па яких прэкметах. Мы ладам жыцця, мовай, колярам, і скуры, і ще шмат чым, і маєм права заховаць свою ідэнтычнаць. Але мы гаворям пра правы. Так вось гэтай вся рэчі не махчым аправдаць культурными традиціями. І мене тут в этой ситуаціі, я за сюды цытую, словы Ставру Салабернідзіца, европейського комісара па прав чалавека, який вельмі цікав, атлумачу принцип универсальністі, он казав, ут явіцца сабе, што ся жыве сям'я, жыве муш і жонка. І он лупасіць жонку кожны дзень. І йому кажа, слухайте, ну, вы как-то вот нелега так робіць. А он кажа, а це наша такая культурная традиція. У нас такая моральна каштовнаць. І вы до нас тут не лезці, і не треба нам навязываць свае пэдаходы і принципы, які нам чужды. Тому што вы щас разбурець нам тут всю нашу ідзілю. І буду я лупіць її дальше. Бізь жанчыну і ўжуваць гвалт супрачалавека, ад нолькава заборонена і недопущальна, што в злуччанных штатах Амеріки, што в Суазілендзі. Це єсть универсальна екаштовнаць. І паутаруся, це ваникае з природы правого чалавека. Тому, канешня, ми не прымаєм і не приємнем вот такого культурного релентівізма, тому што вельмі часто за гэтам хаваецца просто звычайныя дискримінаційнія практикі, які аправдуваюцца пэнными культурными традиціями. Ну, ми не пускаєм дзявчанок в школу, тому што це наші культурні традиції. І настільки ми моральні, што часом можем їх застріліць. Як було з ЮНУС, яка отримала Нобелівську премію, яка, відається, в Пакистані, выжила, дякуючи операціями, які ми зробіли, якую талибы спробували застріліць, тільки за тое, што надстаивало право дзявчанок на адукацію. І зновку ж, вертаючись до шановного лаберінідзіца, скажу, што ще одне його навыказання, якому мені вірні свадобалося, што трэба робіць, каб змагацца з фундаменталізмам і террорізмам. Трэба одуковуваць дзяўчынак, тому што одукованай дзяўчынкі, гэта ёсць пагроза для всіх фундаменталісты всього света. Вірні прагожа слова. Тому што фундаменталісты всього свету баяцца одукованай дзяўчынак і незалежных жанчын. Йон ата казаў звязку з історіей, з захопам дзяўчынак-закладніка ў Нигері. Пам'ятайце, калі исламисты захапілі некалькі сот такіх дзяўчынак в школі і недармайаный выступаець супраць-эдукацць. Гэта ўттакая культурная традиція і в некаторых краинах, ведайце, можа быць урат і краина сама непасредна не ўжывая дэскамінаційныя практикі, але в звязку са склаушыміся гістарычніми традиціями культурными традиціями ў грамадцві ёсць дискамінаційныя падыходы, з якім урат мусіць змагацца в звязку з тымі абавязаніццтам, які ў на сібе бяре і перешкаджаць такім практикам. Правоцець эдукацінну працу ў своім грамадцві, раслумачываючы, што гэта недапушчальне, што гэта пярэчыць концепція право чалавека. І я не так даўна прачытаў на Тутбая, я не веду, можбыць бачылі інтерв'ю з ахвярами жанучы габрызані ў Афріце. Вот іще адзін прыклад культурніцкага літавізму. Гэта культурная традиція. Так робець, шыба абуздаць жанчыну, каб захаваць ў частыню. Тому мы іх катуем і калечим. Ну, харошыя, красивыя традиція, правда? Але краіны, шмат які ў Афріце, ввели крымінальны адказныць за гэта, яны змагаецца з гэтай зявы. І шмат хто выніку гэтай працы, тым ліку, яку праводзіцца светніцкую, в гэтых краінах адмавляецца гэтай традиція, таму што яна разумеець, што гэта непрайна, то, што яна робець. Ось это іще адзін прыклад, які свечыць пра падыходы правобаронцав і пра культурніцк релітавізм і дискримінацінныя практикі. Мы, канешні, можам сутыкнуцца ў свеці шмат з такімі праявамі, і можа быць, дымократы, гэтай не самая лепшая форма керавання, мы не можам казаць, што даваця, ка вы правадзіцца выбары, ані живіцца з абсалютный монархі, яка ў нас свеці, таксамы, яснує шмат такіх прыкладов. Можа быць, але калі в атых країнах кідаюць закраты людзей, які выступаюць супраць гэтага, калі в атых країнах кідаюць закраты, калі людзі пішуць пра гэтаву просто ў газетах, но то гэта якраз такі то, што нельга аправдаваць культурніцкім релітавізмам і нікім асвабіливым шляхам, як вельмі часто в ААН можна пачуць ад нікатарых країн калі пачынаецца якраз та ж працедурю в Беларусі так само є сябрі, які затягують час, кажуть, що какая Беларусь хороша, ніяких у них проблем нема, якраз такі вживають аргументу культурніцкім релітавізму, що всюй свій час, це молодая демократія, як представники Вьєтнама пам'ятаю казали, вони пережили такі жахи другу світлій війни. Ви мусьте це уліщувати, чому ви критикуєте цю цю цюдовну Україну. Ну, і гэта вельмі часто вживаєць Іран, Китай, Куба, вот гэта їх падыходы культурніцкім релітавізму, які ми не прымаєм. Вось, гэта калі казаць пра универсальнаць. Чому я пачаў з гэтага? Тому, што зараз я плавно перайду до питання, хто такі правооборонцам. І, в принципі, чому з'явілася сама з'ява правооборонцам, я не буду поглыбляцца ў гісторію правооборонцам руху, тільки скажу тое, што, канешні, з стварэнням системы обороны правоў чалавека з'являецца і такі групы, альбо індивіды, які пачалі бараніць правы інших, альбо сачыць за выкананням абавязальництва, які взялі на сібе дзержавы в зв'язку з'ятифікацій тых ціншых документів. Тому можна сказаць, што са з'явлэнням системы ААН с прайнацьцьом сіагульній дэкларацій правоў чалавека з'являецца і правооборонцам. С цягам часу з'явілася патрэба замацавання гэтай з'явы на ніякай формі документа. Чаму вона з'явілася? Тому што вельмі часто гэтай людзі, які бараніли інших, пачалі сутыкацца з ціском, з пагрозамі. І гэта запатрэбавала стварэння некага дадатковай абароны гэтых людзей ад свавольства у радаў. А для гэтага спатрэбалася вызначыць, хто гэта. Хто гэта такія? Як мы іх вызначым? Адна з такіх першых спробов была зробленая фактична паралельна, гэта було, в цей працэсі шоу, з падпэсаннім так званых гэльсінських документів СБСЕ ў гэльсінкі, які паедны балі, з якоха пачаоўся рух хэльсінських комітэтаў дараўчы в САЮЗе таксама. І прэняццьом дэклараціі ААН об правбарунцах, як яё называець, ў там вельмі долгая назва, в 84-м годзі, дзе праз мінавіта празапісанні дзейнасті, хто гэта такія? Была спроба замацавання гэтага і терміну. Тоець, калі каротка сформулюваць, то гэта правбарунцэ, які самастойна, альбо в групі асобаў абараняець правы іншых. Ну, тут трэба іще значаць, што што такое правы чалавека сама пасабе, гэта, канешні, разэдаецца па вертыкальны стасунках дзержава і індэвід, грамадзянін. Таму што, калі мы бачили відео, тут казалі, што гэта і права на адпачынак, там іще штосі. Не, канешні, правобарунцэ займаецца абарунай правов чалавека, то ест, яны зяляецца па сярэдніками, памеж ўрадам, памеж дзержавай і індэвідам, гамадзянінам. І баронець, і агонны правы поведнаці, каліны парушаецца дзержавай, працтавніками дзержавы, а не каліны парушаецца іншым чалавекам, дочі не дэншого чалавека. Это адрознення вельмі істотныя. Вось. І гэтэн декларація правобарунцэ, вось мінавіта прац апісанні дзейнаці, чым яны займаецца, што яны робець. Была зроблена форма, спроба замацавання, гэтэй, паняцца, хто такія правобарунцэ. Тые, хто баронець іншых, які маець права гэта робець, індэвідуальна, в групі особал, і там далей гаворецца, што субізіць тым, што яны сутыкаецца шматлікамі тирашкодамі з боку рады, знаходзіцца вельмі часто в конфлікці паміж індэвідуам і дзержавай, яны патрабуюць нікіх додатковых мэр обаруны. Але це не віде гаворка пра нікі додаткові правы правобарунцам, ніякім випадку. Це ті ж саме правы, які маець інші люди, свобода ассоціацій, мирных сходал, розповсюду інформацій і так далей. Але просто підкресливацца, що ці люди дзінючуюць в громадськім інтересі, це фактичні журналісты, які не працююць обраняючі собі, а обраняюць іншіх. Вось. І пасля ўжо з'явілася патрэба замацавання паняця правобарунцай, більш таким, може быць, в узкім контэксте, праз каштонасці і підходы до правобарунчай дзінністі. То ес, не толькі, що яны робець, а хто яны такі, які принципи яны в свої дзінністі керуюцца. І одна з такіх віннікувати праць, це приняцю такого документа АБСЕ, керуючий принцип об обрані правобарунців, який распрацювався темліку зудзелом правобарунчих організацій регіона АБСЕ, ну, це регіональний документ, регіональний документ АБСЕ. Паймалю дзел і працівнікі Беларусі так сама у распрацювців гэтага документа был шырах сустрічу постсовецкіх країнах сумесных, які якраз випрацювали гэта паняця, хто такіе правобарунця. На сам реч, гэта не некі новы документы, гэта фактична зборнік найлепшых практик, які замаціванны у рашэннях комітета по правах чалавека альбо в Європейскім судзі по правах чалавека. То ес, не стварая некіх новых такіим зборникам. Але тут так само є візначення, хто такі правобарунці. Правобарунці – це ті, хто тінічі з мэты індивідуальні альбо сумесні з іншими захвачиваць правы чалавека на місці національній релігіоні міжнароднім зроніх, яны признають універсальність праву чалавека для усіх, без якого не було одрознення і обороняєць праву чалавека мирными сродками. То ес, правобарунці – гэта ті, хто обороняє праву чалавека інших, правы інших, і он обороняє їх мирными сродками, і он признає універсальність праву чалавека, без якіх не було б одрознення ням. Што гэта, можна сказаць, іншими словами, значае? Гэта значае, што правобарунча дзінасць, она можа разждавляцца в вельмі розных формах, і правы чалавека можуть обороняць нікіх толькі пэлных групав, а не в принципі усе, але при гэтам все правобарунцы аб'яднова їх тое, што не признаюць універсальність праву чалавека, без якіх не було одрознення ням. Яны не могуць обороняць толькі одну групу, і не признаваць правы інші групы па пэлной прэкмеці. Альбо казаць, што я абараняю нікію пэлную групу, але при гэтам не выступае за смиротне пакарання, наприклад, і так далі, і тому падобне. Той, што мы візнаєм универсальність права чалавека в своей дзінасці. Той, што все права чалавека для усіх. Єсі ж такі правобарунчих лозунг. Все права чалавека для усіх. Ну, знікая пэтання суэзі з гэтам, чім правобарунчі арганізаціі, правобарунцы адрознівацца в своей дзінасці ад вельмі схожых формав, падобных, нікім сэнсі. І все ж такі, чім аны адрознівацца? Наприклад, ад адвакатаў, ад, наприклад, ад прокуратуры. Тому што вельмі часто, навад на зроўні нашага урада, можна пачуць, што органы прокуратуры, то ў нас правобарунчі арганізація. Тому што яна праздваная, тым ліку аднавляць правы чалавека в ўпадку, ка не парушаная. Ну, з пешага пагляду можна і пагадзіцца, тому што ёсць, якбы, закона прокуратуры, створэны органы прокуратуры в межах агульнага нагляду, і аны павінны аднавляць правы грамадзяну, сачыць, каб их там нехта не парушав, не крызю. і дзеннічая межах вызначенных дзержавы, межах закона, які ана вызначала компетэнцю гэта органа. Ну, а крымя сіхо, прокуратура зяяцца органам дзержавнага обвіновачування, ана патрымлівае дзержавнага обвіновачування в судзе, якоя прадявляецца той ці інші асобі, сьо зі зі зіснення кіх супрасправных дзенню. Адвакаты. Да, адвакаты ў нас законне аб адвакатуре написано, што-то оборонця професійне право-человека в тім ліку, але іс, так само, зноку ж, вірні істотне адвакатні. Адвакат, все ж такі, гэта той, хто оказыває послугі, паперші, на основному, на платной основі. Це все ж такі, вид некій коммерційній, так скажем, дзейності. Вид, калі предоставляєця послугі на возмездной основі. Правоборонцій організацій не предоставляєць послугі на возмездной основі. Масці сваїй в основному. Перше. Другое. Адвакаты, яны абараняець свайгу клиента ва всіх випадках, не толькі, калі це звязана з парушэнням ягуных право-збоку державы. Яны абараняець клиента, там, дзеку, калі, гэта парушэння звязана з тым, што нехто іншій зрабіл дачыні гэта гэта чалайка нека злачынства. Там, скраў ягунеш, абаранцэ займаець абараняець абарані право-збоку чалайка толькі, калі ты звязана з парушэнням яг право-збоку державы. Ну, і треція, тое, што адвакат, і он так, саправды кіруецца і тамліку адвакацкай этакай, а ле ён смацаваны пазіція свого клиента, і он не можа займаць няку іншу адрозну. Парабаранцэ вэтым сэнсі такоу пазіція не звязаны. Тое, калі лічыць, што ёсць парушэння право-збоку чалайка, значыць ёсць, а калі нема, значыць нема. Ну, і іще адзін момант, гэта, чым правобаранцэ організація і правобаранцэ адрознівацць ад палітикаў, таму што, калі казаць правобаранцэ компанент, то ён, канешні, терэтична можа прысутнічаць і ў палітичных партай, і ў грамадцьких активістов, і ў професійных союзов, то ёсць, палітична партай може викарастуваць правобаранчу риторику, выступаць в барону пэнных групаў, ну, а приклад, сваіх активістов, які бэлі затриманы, ці, адзінчынні, да їх бэлі скористаны некі репресіўны дзейні. Грамадцькі активісты можуць збіраць некі сродкі патрымку кагості. В пэнцэпі, это вельмі падобна на правобаранчу дзейнацць, але ўсё ж такі, в чым адроззінні? В чым адроззінні паміш палітиками і правобаранцамі? Ну, пэпершы, адроззінні в принципах універсалісті. Палітикі не обавязаны кэрэстаць в принципі універсалісті. Ї не могут обарняць некі пэлны група, прээгэтам вступаць, супраць реалізація право іншы некі пэлны групы. Такое може бэць. Такое бэвайе. Палітикі можут вступаць в обарону толькі некіх пэлны група, які прэнэсуць ціхнім пэлны дивідэнты. Сам жанр палітичны дзейнацці, і он прадуглэцжувае некі пэлны падтрымку, ну і прэнамсі некі часткі грамацтва. І палітикі, кэнэшні, скэрэваны на той, як займець найбольшу падтрымку, таму што хна для няіх важнае, паколькі не змагаецца за владу. Чім бэльшэ патрымка, тім бэльшэ варагоднаць прихоуды до влады. Правобаронц avсвої дзейнаці, канешні, вельмі часто для них это важна, как бэла патрымка у грамацті тых ідэй і рэйчо, які не гаворець, це зусім неабовязково. Вельмі часто мэ сутыкаемся з тэм, што тё, што мы гаворым, можу не патрымлівацца большостью грамадства, например, та же самая идея обмена смертного покарания, фактически так за все дает, что большость грамадства выступает за смертное покарание, выступала для певный период часу, например, в некоторых краинах. Але для правооборончих организаций, правооборонцев это не важно, потому что правооборонцы и правооборончие организации не змагаются за владу как таковую. Это не является их метой. И они не хочут обратиться в парламент, стать президентом, те еще кимисти. Але правооборонцы, конечно, выкористовывают политичный механизм в своей деятельности, натурально. Тем люку и политиков, это все взаимозвязано в неком смысле процессе так само. То есть, коли мы хочем лоббеевать, маем такую махчимость, лоббеевать некие законы, измены, мы можем пойти до депутатов, пропоновать им некий законопроект, ну, это я кажу так, в широком сенсе, не конкретно нашу ситуацию. И, коллеги, это им цикаво, они будут это поддерживать, они будут это реализовывать. Вот. И мы можем пойти и выкористовывать некие инструменты международные, тем леко, политичные международные механизмы, прям на гатиску на урады свои, якие порушают право человека. Но при этом все же таки это разные жанры. Громадская деятельность, политичная деятельность и правооборонная деятельность. И основные отразления, как я уже сказал, это универсальность права человека, которую мы вы знаем. И другие моменты, это то, что правооборонная организация и правооборонцы не змагаются за владу. Для меня, например, непременно вся броуство политичных партий и одночасово находжение правооборонной организации. Почему? Ну, окроме того, что я речу, что это не совсем пригоже смагаться за владу, користающуюся правооборонной деятельностью. По-другому, в певных моментах это может створать конфликт интересов. Ну, я видите себе, вы заявляете себя прям политичной партией, которая в один некий момент робит некую заяву про то, что она не хочет бачить в вашей краине выходцев из инших культурных ассародков. Мается на вазе мигрантов. Альбо она робит заяву про то, что она не примает в дел ЛГБТ-активистов некой демонстрации. Она лечит, что она в принципе не мает право корастаться свободой мирно-сходовой ассоциации. Гатаюсь конфликт интересов, там уже доперечить тим принципам, яким мы макеруемся. Тому рано-цепозно такое может здараться, в некоторых правоборонщих организациях приняты, например, положение об конфликт интересов, якие говорят, что это не сумершально знаходятся политичные партии и правоборонщие организации. В принципе, я лечу, это подход абсолютно правильным, потому что правоборонцы не повинен залежать от политичных партий и политичных идеологий, левых, правых, центристов, либералов, консерваторов и так далее и тому подобное. Потому что правоборонщая организация, правоборонцы павинны займать абсолютно ту позицию, якая не будзе залежать и демонстровать ягоную залежность от певных политичных силов. Только тогда таких организаций и таких правоборонцев будзе больше доверия и того, что они говорят, кали боронят ци инши правы. Вельми часто оппозиционная организация, правоборончая организация может отсемляться с оппозиционной организацией, чем вот отбывается. Потому что вельми часто мы выступаем в оборону тих ценнейших людей, которые были вязненные по нашему меркованию незаконно, политично мотивированы. Але то, что мы выступаем в оборону тих политичных вязненных, это не означает, что мы подтримливаем их погляды. Мы не бороним погляды, будь то это анархисты, националисты, консерваторы, либералы и так далее. Коли их правы порушены, мы их бороним. А это не значит, что мы подтримливаем их политичные погляды. Альбо мы подтримливаем их методы дзейности. Это за всем это не означает. Вот что для меня значит правоборонца и правоборончая дзейность. Ну, я думаю, что на этом я может быть завершу. Коли есть питание, то я буду на их рады отказать. Что рухает право оборонцами, коли я нанимаю ни дивидентов, ни власти, ну, ничего такого. Ну, это какое-то благородное чувство. Да, что ими движет? Ну, мотивации на певного правоборонцев она бывает разная, але основное это то, что наша глобальная миссия это створение такого громадства, которое было бы засновано на принципах поваги правого человека. Тому мы расповсюдживаем свои идеи, мы расповсюдживаем идеи толеранции, разумение своей особливости индивидуума кожного, то, что все мы с вами розные, то, что мы можем быть розные, и маем право быть розными, но мы должны иметь право . Это агулом, а кроме этого напоминает то, что есть несправедливость, и мы должны измагаться. Это было бы зрозумело. И статистику провели. А они написали, что у нас этого нет. Такого не бывает. В некоторых странах есть возможности для одновления и отсоединения права человека на национальном уровне, а в некоторых нет. В некоторых странах есть незалежная судовая система, которую можно использовать для обороны права человека. Есть институты амбудсмена, которые призваны быть посередниками между державой и громадством. И они незалежные, соответствуют парижским принципам, обраны незалежным парламентам. А в некоторых таких нет. Но и уровень порушений может быть разный. Потому что в одних странах может быть больше актуальны пытания дискриминации, захования правовым мигрантам. А в некоторых краинах это просто пытание, например, геноциду. Знищение некой пыльной группы по прикмету. Физичное знищение. Это разного порядка проблемы. Вот. И этим всем занимаются правооборонцы. И там, и там, и в этих краинах, и в этих. В некоторых краинах правооборонцы занимаются обороной людей в инших краинах. Есть вот. Я вместе Интернешнл, яка створяя группы в разных краинах. Але они не занимаются правами человека в своей Украине. А занимаются обороной права человека в иншей Украине. Что имя рука? Не треба их спытать, блядя. Ну, статус правооборонцы конкретно, закон о правооборонцах такого нема. Но, але мы заходим с того, что есть декларация Организации беданных наций, есть герующие принципы БСЕ, сябрами, якою з'являються Беларусь. Есть замацаванное право кожного индивидуально альбо в группе особого займаться обороной права человека. То есть легальная и легитимная мета, якою может займаться кожный. Кожный. Ну, при этом, коли, конечно, он еще и геруется принципами, про який я выше и сказал, то мы можем сказать, что это правооборонцы. В Беларуси, по воде закон о грамадских беднанях, каждый грамадский беднанец мае право бронить своих сябру. Там можно сказать, что на все грамадские организации правооборонцы. Да, мы, например, находимся в суде. Вы, например, правозащитник. Вы можете представлять иметь доступ к делу судей? Конкретно в суде не могу, потому что по криминальных справах это робит адвокат. В грамадзянском процессе могу, в принципе, коли я заявляюся представником грамадскости. У нас замацавано такое, в некотором сенсии его можно назвать неким пережитком советской системы, яка у нас осталась в грамадзянском процессе. Для меня мы им користаемся, это представник грамадскости, любая грамадская организация можно керовать его представником в любой процесс, и его неправы в грамадзянском процессе фактично такие шивки адвоката. В административном процессе в ПКП колисты был представник, зараз уже нема, колисты были грамадские оборонцы и в криминальном процессе в 90-х. И, в принципе, я еще застал гэта и наводудели еще криминальных процессов в якости грамадских оборонцы, коли весна имела регистрацию по некольких таких криминальных процессах. Вот. Хотя, вот, до речи, коли вы зверните увагу на декларацию о правооборонцах, тут вельми до стипла написано, что, вот тут процитую артикул 3, «С этой же целью каждый человек индивидуально и совместно с другими имеет, в частности, право в связи с нарушениями прав человека и основных свобод в результате политики и действий отдельных должностных лиц и государственных органов подавать жалобы или иные соответствующие обращения в компетентные национальные судебные, административные или законодательные органы или в любой другой компетентный орган, предусмотренный правовой системой государства, которые должны вынести свое решение по данной жалобе без неоправданной задержки, присутствовать на открытых слушаниях, разбирательствах и судебных процессах с целью сформировать свое мнение об их соответствии и национальному законодательству и применимым международным обязательствам и принципам, предлагать и предоставлять профессиональную, квалифицированную правовую помощь или иные соответствующие консультации и помощь в деле защиты прав человека и основных свобод. Некоторые из этих речей мы и робим. То есть я, как юрист, могу оказать любые консультационные послуги по написанию скаргов, заявов бесплатно любому гражданину, что я и роблю. Я так само могу присутничать, что я и роблю, и мои коллеги, на открытых судовых поседжениях с формованием своего меркования относительно порушения права человека и международных стандартов конкретно исправить, что мы и робим. Я так само могу накеровывать скарги одними инших особов державных органов с потребованием реакции на эти и другие порушения. Правда, в некоторых выпадках органы прокуратуры пишут, что я как бы никто, и человек сам, если захочет обратиться, а я ни при чем. Хотя в большинстве выпадков я спосылаюсь на поведомления в сродках массы информации. По воде закона прокуратуры, один из подставов реагования прокурорского это поведомления в СМИ об законности, о порушении законности. Тому я спосылаюсь на публикации в СМИ и скажу, что вот была такая публикация, в нашей Нью, например, про сборку кукурузы зимой на снегу. Я поэтому в упадку звертался в прокуратуру, в Вилейской районе это было. Потому что это про муссовая праца классичная. Людей согнали, какие они обязаны выполнять это, кроме своих прационных обовязков, вообще нечто. Но Вилейская прокуратура меня таким чином отослала. Но зато Минский областный выконкам написал цикавую речь про то, что это было связано с переувлажнением почвы. Потому что они не могли выкористовывать технику, поэтому согнали всех рабочих районов, убирать это руками. Мне, по-моему, это чудесный ответ. Вот. Вы сказали, что любая организация может накироваться, представиться для защиты. Но организация ваша не зарегистрирована, соответственно, она не может? Она не может, но, в принципе, я отдельно еще в некоторых процессах... Ну, в основном, это было связано с питаниями ровного статуса двух державных мов, например, товариста и белорусская мова. Но, в принципе, теоретично я могу упростовать эту организацию. Вось. Ну, конечно, это отыщется зарегистрированных организаций. Потому что это оформляется ответным протоколом кирующего органа об накировании представника в суд какой-то. Суд как наблюдатель? Нет, нет. Я как представника громадскости, вот по видности, я уже не помню каким там артикулом, громадянского... Вот. 78-го громадянского процессуального кодекса. Там... Это на вопрос замоцеловал на процессуальном кодексе, и там написаны его правы. И он имеет абсолютно все правы, окромя их заключать мировые погоднения, отказываться от иска. А все остальное у него такое самое. Он может задавать испытания с ветком, делиться в допыте, представляться в мерковании суду и так далее. Вось. Нечто подобное было указано в криминальном процессуальном кодексе. Это громадские баронцы, он так назывался. Фактически такие подобные правы были. А деятельность непрегистрированных правооборонных организаций, по-моему, была тоже была очень запрещена? Ну, не только правооборонных. У нас криминализована любая деятельность незарегистрованных организаций, религийных организаций и политических партий. Это артыкул 193 Прим знакомитый. Вось. Ну, относительно этого артыкула... Ну, по-перше, я скажу, что он не отповедает Международному пакту громадянских и политических правах. Потому что, когда мы говорим про пакт, и он замещает допущальное обмежевание свободы ассоциаций. Я кто? Национальная беспека, громадская беспека, правы инших особов, обороны моральности и так далее. То есть, 193 Прим конструкция такова, что она предуглежит отказность криминальную только за факт незарегистрованной деятельности, без шкодных наступствов. Таким чином она еще и перешится нашему криминальному праву, покольки одним из основных предметов злочинства заявляет его громадская небеспека. Злочинство повинно въявлять громадскую небеспеку. Когда я развожу кроликов без регистрации организации кролиководов, я не уявляю громадской безпеки. Когда Ивана Шила судили в Солигорске, за деятельность администрационной организации «Молодой фронт», прокурор там такую сакральную мысль высказал. Нам не важно, чем занимается «Молодой фронт», да хоть он хомяков разводит, главное, что он без регистрации. Вот это очень золотые слова, надо выбить их на стенку. И потом по 193 прим есть заключение Венецианской комиссии Рады Европы об том, что она не отповедает Конституции Республики Беларусь. И это так само правда, потому что Конституция Республики Беларусь утримливает допущальное обмежевание так само деяностей политичных организаций и громадских организаций в Беларуси. Таким чином в Беларуси для Конституции заборонена деяностей политичных партий и громадских организаций, которые пропагандуют гвалт, войну, расовую, национальную, религийную ненависть. И является погрозой национальной безопасности Республики Беларусь. Вот деятельность таких организаций заборонена. А если я своей деятельностью этой мэты не переследую, то, в принципе, я ничего не порушаю. А кроме всего прочего, если говорить про подходы ОБСЕ и стандарты, то регистрация – это право организации. А не обовязок. Коли я хочу быть субъектом господарения, иметь рахунок в банку, каб мне могли туда гроши перелечать, я буду регистроваться в организации. Коли мне это не потребно, я не обовязан это робить. Некоторые организации снуюсь без регистрации на заходе. Снуюсь. Это артыкул Криминального кодекса, 193.1. Зараз она не використовывается фактично, в сенсии криминальных справ не взбуджали, не доводили их до суда. Я здесь с 2008 года, когда я не помыляюсь, а в свой час по ее притягулю до отказности, вот, Змитрий Дашкевич сядзел по этому артыкуле в 2006-м. В 2006-м. И тут как раз таки нельзя сказать, что он подпадает под допущенное обмежевание. Потому что шкодные наступства в Майновазе, когда деятельность организации скирована на причинение шкоды физичной особе, правам инших особов и так далее, и так далее. Это 193-я, и 193-я Прим, это как бы, тут есть одна великая розница. Потому что одна предуглеживает наступства шкодные и громадскую небеспеку, а другая не предуглеживает. В принципе, неважно. Можешь хомяков разводить? Ну, поэтому за это тебя посадят в тюрьму. За Дедов Морозов нет. У меня есть новые идеи на эту тему. Да, пора запускать. У нас был такой перформанс, когда мы выкористовывали разные такие формы смешные. Протестующую супертизагартыкулу, мы летом опранулись в Дедов Морозов. Или это осень была ранее? Да, напевно. И пошли в прокуратуру с заявой, про то, что мы Деды Морозы, каждый день, каждый год, мы веншуем детей, раздаем подарунки, мы денежим без регистрации, просим принять к нам меры ответственности. Ну, а прокурор дежурный мне, вот больше всего мне сподобался, потому что он наводвоком не повел, как будто мы до него каждый день приходили Деды Морозы. Еще какие-то персонажи, он зарегистровал заяву, сказал, что мы ее зарегистровали, вы отримаете отказ от правительства законодавства. А отказ был, до речи, вельми классный. Отказ был такой, что когда факты вашей денности без регистрации подтвердятся, вы будете притягивать к этой отказности. А, другая была уже повторная перед Новым Годом. Да, тогда уже были не Деды Морозы, а был один Дед Мороз, Снегурка и Зайцы. И мы пошли в парламент с такой великой паштовкой, на которой написали, что покольки депутаты не отменили этот артикул, подарунки в этом году они не отримаются. Подошли мы до будинка парламента, нас там уже чекало, весь ГУВД в полном параде. Сказали, куда вы идете? Мы сказали, мы идем в приемную и кинуть вот в паштовку. Он сказал, нет, мы вас всех пустись в таком виде не можем. Вот одну Снегурочку, пожалуйста, пройдите. Снегурочка пошла, мы начали водить хоровод, петь какие-то песенки дурацкие. Потом они нас супроводжали, фактично, это два ради, мы перепронулись, перепронались. И там мы увидели Деда Мороза, реального, которого затримала милиция. Это было перед Новым Годом. И он шел такой разгубленный, мы кричали, это не с нами, отпустите его, что вы робите? Ну и когда-то его увели. Вот такие вот мы перфомансы ладили. Ну, сейчас нам треба доводить до абсурда ситуации. Ну, что сделаешь? Ну, это доброе питание, потому что умовы деянности правооборончих организаций в разных краинах и не разные. Конечно же. И когда я сказал про необходность додатковой обороны, она на сегодняшний день не замацавана, вот и декларация о правооборонцах, и керующие принципы по защите правозащитников. Видите, что документы об России знаходятся. Здесь в прямом бале можно прочитать, что в связку с тем, что правооборонцы знаходятся минавито в постоянном фактичном конфликте, альбо посередниками в конфликте по междержавой и особой, они потребуют додатковых меров обороны в связи с своей деятельностью. В Беларуси, я бы не сказал, что умовы дуже уж сприяльные для правооборончих деятельностей, шмат учим, тому, что есть широк законов, которые мы уже с вами сказали, например, 193-я прим, есть вельми обмежевальные законы додатчинные финансованные деятельности неурадовых организаций, фактично, отримливать их немогчимо на сегодня, боюсь, декрет президента, который потребует регистрации всей замежной допомоги в специальном департаменте по справах президента, где правооборончая деятельность в декрете в принципе не указана как вид деятельности. Иншие охверования не могут быть анонимными, чтобы в наших мах, конечно, так само мая сенс, не каждый будет от своего имя финансовать некие правооборончие организации. А это, между иншим, одни из складников свободы ассоциаций. Организация мая право доступ до финансования любого. Сама держава активно користается замежной допомогой, особенно сейчас. Створаются специальные организации в районах, которые ставятся задачи выполненными и отримать финансовую допомогу замежную. Сам ураты удельничают в шмот таких программах финансования. Мы маем такие же правы, которые урат на отримании финансованию в этом лягу замежи. Конечно, это складанно эту всю этудейность, потому что отримание замежной допомоги без регистрации, криминализовано. Там, правда, есть приудыция административная, то есть на противогоды административные отказы повторно уже криминальные. Но, до речи, аккурат, после справа Беляцкак была введена эта отказность, боя нас значительно спрощает пераслед, не треба доказывать, что ты утаил доход свыше тысячи базовых величин недостатково отримать, 2 доллара замежной допомоги и справа готова. Алис, з іншого боку, наши коллеги, які працуют в інших регионах, працуют еще в больших горших умовах. Я вот кожный 5-5 год проводится Конгресс Федерации за право человека, весна заявляется Сабром ФАДХ это одна з найбуйнейших и найстарейших Федераций правооборонщих организаций, бедного шмат организаций за всього света. Кожный Конгресс починается с хвилины молчания по наших коллегах, які загинули в Украинах Африки, Украинах Павдневой Америки, в Азии. У нас есть коллега вельми героичный в Колумбии, які ходить, ходил при нам с брониками зельцы, потому что офис неколькі разов подписали нареште мирное погоднение и спойнили грамадзянскую войну, у кого уже 30 годов там тягнется. В России шмат наших коллегов, які працювали и працюють, подвергается значно большим ризыкам. Шмат тузы был забит и загинул, як Наталья Стемирова, тих, хто працювал в Чечне, ну, значно горших несприяльных умовах. У нас, конечно, бывают грустные истории, як тут болось с переследом весны и в 11-м годі, тым, што Олесь Беляцкий был закратами три годы с 4-го с половы, якима суд адмірову, і то, што был переслед мене, я вимушен был певний час так само знаходиться за межой, потом сюди вернулся. Ну, это все, конечно, не надто сприяє свободной дзейності. Хватає ли у Васили, чтобы свои права защищать? Ну, в частности, были ли на правом жалобы после действия ОМОНа 25-го марта? Вот, ведете, я спознился на это чудесное мероприятие, поэтому меня там не задерживали, и якби я ничего ей не писал. А наши коллеги, я веду, что писали. Да, писали. Ну, и один наш коллега был сбит, Алексей, и он зараз как раз в процессе знаходиться, там его скарги перекинули в следствий комитет районный, вот, все это там знаходиться, проводится проверка, ну, поглядем, какая реакция будет на эту заяву. Пишите, какие-нибудь которые не можете спросить, Да. У меня такой вопрос. Вот, на судах, когда, после этого митинга, уже свидетельствовали венты, что нету для них будет принимать какие-то подарки? Вы собираете какие-то документы, документы, в том, что, потом, ну, конечно, мы сфиксуем, коли вы бачили на сайте специальную таблицу, где мы за сюда записываем судью и святков, а это же проблема уже не новая, это уже шмат годов, и мы зараз придумали одну цикавую штуку, в связи с этим, поглядем, как она будет працавать, ну, кали так, в некоторых словах, как не все не открывать, весь сокрыт, паспробуем гэта перевести в плоскость не административную отказанность за ложе свеченье, а криминальной, если у нас такая задума. Вось, ну, поглядем, поглядем, пригнёмся, паспробуем. Зараз, даже еще с заявлением стрима у розных, так складанным жить стало, ведайте, потому, что, ну, верьми часто это все подкрысливает, что суд просто выносит незаконное решение от опошней ситуации с Северинцем, кали там не свечили, что затримали его в охоту в станцию метро Костричницкую, да, тут Бах выставляет видео, где он идёт журналистом, спускается в Костричницкую эту станцию метро, его никто-никто не чопает, а затримывается в совсем меньшее место, и таких шмат уже в упадках было. Тому треба это все сдымать, это, верьми часто просто демонструя реальную ситуацию, кали суды выносит просто незаконные постановы, а милицианты просто занимаются лжесвечением. Вось. Я направил вопрос и сказал, скажите, пожалуйста, в 2014-2015-2016 год представленная статистика, сколько таких дел поступило в суд и что было под ним принято. Что получила ответка Верховного Суда, что вся статистика, нужная гражданам статистика находится на сайте Верховного Суда, а данная информация там не находится, поэтому узнать у него мне надо. Ну, конечно, не надо, потому что я таких выпадков не памятую. Я таких выпадков не памятую, но вот не зараз пришел на память ситуация с Мацкевичем, с философом, вельми показальной, да, где он был за мяжой, а его переблытали с кем-то, видовочно опознающий по видео и протокол склали, и суд там его спробовал притягнуть до отказности, а он показал пашпорт с печатками, что он в этом момент находится за мяжой. Что сделал судья? Судья замест того, как спинить справу за отсутностью склада административного правопорушения и падеви административного порушения, и он перенакеровал ее на на доработку, на новый разгляд, я уже не понимаю, это первая инстанция была, на доработку, а потом дочекался, когда термины скончатся, и когда термины скончились, они просто его не притягнули до отказности, и он бы свержал, что милицианты лже свечили, ну а показаниям оценку суд не давал, не давал, то есть таким чином они вырытывали фактично сведовочной ситуации медициантов, вот, ну это проблема такая, я думаю, мы на эту тему рыхтовали доклад совместно с федерацией, кали после чемпионата одразу по хоккею, який запомнился, не крымя всего того, что было вельми шмат замежником Менского, все было так весело и приемно, еще запомнился тем, что были массовые отвольные затримания активистов, и не только активистов, как потом высветлился, там розные категории граждан потерпели, мы конкам открыто заявил, что мы перед чемпионатом вычистим город от алкоголиков, проституток и всяких нехороших бомжей, то есть открыто на сайте это было написано и зреште они это сделали, по наших сведениях цып был забит просто целый поверх, эти два навод проститутками, ну, те, кого подозревали в такой деятельности и затримали, я не веду, как они там вызначали, но по нашей информации затримливали в таких списках, а активистов затримливали просто вот выкористовывающие эти артикулы 17-1 неподпорядкование потребования милиции, два артикула одразу по 25 суток за запасом, и мы опытывали их и как раз доклад вышел на тему отвольных затриманий, а это отвольные затримания, и там мы распроцовали рекомендации по измене административного кодекса, там все это на сайте в нашем есть. Да, такую робим, дорожью, працю, это один из наших накерунков деяности, международная деяность на разных пляцовках дайперша, и лоббиевания разных таких речев, и мы писали как раз некогда докладов, на самые разные темы, опошни наш был такой цикавый доклад на тему примусовой працы, элементов православной працы, мы в принципе это не закринали, потом просто задумались про то, что у нас этих элементов просто все наше жице, начиная от суботников, скончающей изоляции алкоголиков в ЛТП и не в связи со с деснением злочинства. Вот на эту тему доклад робили. Как раз примиркованы с правосдачей Беларуси об выконании пакта об социальных, экономичных, культурных правах у комитета ответная. Комитета там нема, совет. Ну и мы доклад так само накировали, есть рекомендации по выконанию. Вот. Я правильно поняла, что вы пытаться привлечь к ответственности уже свидетеля можно только в том случае, если потом уже суд оправдал, признал, что они вызывали устанавливать факт. Ну, оно так бы логично, конечно, то есть, кали суд высшестоящей инстанции, там, эти перши инстанции спиннил справу за отсутностью склада правопорушений и падзеи, а я не свечили, что это было, то оно так бы логично напрошивается. Но таких выпадков мало, очень справа. Ну, свертаться-то в заяву медповеды никто не перешкоджает, но просто троху склада она будет доказывать. Вот с Мацкевичем цикавая была ситуация, но вот судья так поступила нехорошо. При таких обстоятельствах было спинять справа просто да и все. И она накировала, потом по терминах съехала все это справа, там два месяца дается до притягивания. Но можно поспробовать. Можно поспробовать. Есть показания были, даже если не следят в суде, были какие-то рапорты написаны, протокол как-то поставлены. Рапорты, протоколы. Зараз до речи вносят пробуют смены, будут вносить пикап и протоколы будут складаться об административном затримании залежно от часа затримания. Что хорошо, я думаю. Ну принося вас затримали, например, протоколы на вас не склали и выпустили. А у вас нема на руках ничего, что вы там были в милиции. А так зараз будет поперка у вас, что вы были затриманы, были там годину, с чем, кем и так далее. Ну, напевно, дякую. Ну, коли питания больше нема, то дякую за увагу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я просто не хотел, чтобы не затягивались мощный час.